Светлана Меньшикова Каждому, кого поражает тяжелый недуг, исцелять и выхаживать их. Это волшебство в профессиональных руках медицинских сестер. О них, моих коллегах, мой рассказ. Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопальмонологии старейшее в России научно-клиническое учреждение. Его специалисты работают на стыке ряда специальностей. Фтизиатрии, хирургии, травматологии, ортопедии, урологии, гинекологии и других. Институт является организационно-методическим центром борьбы с туберкулезом северо-западного округа России. Поэтому и сестринский медицинский персонал здесь исключительно высокой квалификации. Медсестры приемного отделения первые, кого встречают пациенты, попадая сюда. Поэтому на них особая ответственность успокоить человека, дать ему уверенность, что он доверяет себя в надежные руки. Всего в институте 11 клинических подразделений, и почти в каждом из них проводятся уникальные и сложнейшие операции на суставах, на позвоночнике, на легких. Их успех зависит и от мастерства операционных сестер. Удачно провести операцию недостаточно. Выздоровление пациента напрямую зависит от качества послеоперационного ухода. И я нисколько не преувеличу, сказав, что каждый подопечный становится для нас буквально родным человеком. Такой заботой и теплом окружает их наши медсестры. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваше самочувствие? Самочувствие прекрасно. Хорошо. Что я могу сказать о наших медсестрах? Конечно, мы очень благодарны за их внимание, за их теплоту. Только слова благодарности. И в их адресе могут звучать только теплые слова. Потому что, вы знаете, больному не всегда даже помогает лекарство, а доброе слово, добрый взгляд нашей медсестре придет, улыбнется и, кажется, уже и здоровье как-то поправляется. В общем, слова только благодарности. Спасибо им большое. Перевязочный кабинет – участок нелегкий. Здесь от медицинской сестры требуется не только профессиональное умение, но и нежные, ласковые руки. Руки, способные облегчить физическое страдание человека. А это процедурный кабинет. Кстати, я и сама, когда начинала работать в институте, работала процедурной сестрой. И эта работа мне приносила огромное моральное удовлетворение. А как же иначе? Ведь каждым днем больному становится все лучше и лучше. И помогают в этом твои руки. Профессиональные, душевные и просто человеческие качества и порывы медсестер не имеют границ, когда речь идет о детях. Больные туберкулезом дети вынуждены расставаться со своей семьей на многие недели и месяцы. Наши медсестры делают все возможное и невозможное, чтобы и это неприятное для них время, они чувствовали себя счастливыми. Медсестры становятся для них и друзьями, и воспитателями, и вторыми мамами, которые заботятся о каждом из них, как о единственном на свете. На каком участке не работали бы медсестры, их работа всегда одинаково сложна. Требует постоянного профессионального роста, самосовершенствования и саморазвития. В этом нам помогает наш наставник, главная медсестра Инна Григорьевна. Инна Григорьевна, можно вас на минуточку? Да, конечно. Весь естественский персонал и на этом отделении, и в институте мы как бы соблюдаем свои традиции, которые у нас уже изданы. Это внимательное отношение к больному, проведение с ними такой работы, обучающей, так как они длительно находятся у нас на лечении, и им, конечно, очень важно внимание, чуткое отношение, какой-то помощь в решении каких-то проблем. Наша профессия, профессия медсестры, требует от нас чуткости и милосердия по отношению к каждому человеку, требует от нас любви, за что я очень благодарна своим коллегам, медицинским сестрам Института в тизиопульмонологии. Профессия медсестры позволяет не прятать глубоко чуткость и сострадание, отдавать его людям, и в этом огромное счастье.